Всем здравствуйте! Установили Windows 10, а также установили все необходимые программы для полноценной работы с компьютером и в интернете. И теперь давайте создадим образ системы в том состоянии, в котором он находится сейчас. Пока у нас система чистая и не загламлена разным мусором, давайте создадим образ системы, потому что если у нас пойдет сбой с каким-то программным обеспечением, или будет плохо работать компьютер, то чтобы нам можно было сделать откат системы до этого состояния. Это займет где-то минут от 10 до 20, и не более. Windows и все программы будут восстановлены до первоначального состояния. Итак, начинаем. Заходим в панель управления. У меня панель управления на рабочем столе. Но у кого нет панели управления на рабочем столе, то правой клавишей мыши на свободном пространстве монитора. Нажимаем, персонализация, темы, переходим вправо, параметры значков рабочего стола. И здесь проставляем галочку панель управления. Применить окей. Меня уже стоит, поэтому я здесь все закрываю. Открываем панель управления. Нажимаем резервное копирование и восстановление. А у кого здесь стоит просмотр категории, то нажимаем архивация и восстановление. Создание образа системы. Нажимаем. Система сама подберет и предложит подходящий локальный диск, на котором будет создана папка Backup. Диск с системой выбран и на нем будет создана папка, в которой будет храниться образ системы. Можно и самому сделать выбор диска, на котором будет создана папка Backup, которая должна иметь объем около 35 и более гигабайт. Все зависит от программного обеспечения и других установленных файлов на компьютере. Но я соглашаюсь с выбором диска и нажимаю далее. Здесь ничего не делаем. Галочки уже у нас проставлены. Сама система определила, что мы будем архивировать. Нажимаем далее. Как видим, система определила, что для архивации может потребоваться около 35 гигабайт. Нажимаем архивировать. Идет создание образа системы. Это займет где-то около 5 минут, возможно чуть и более. Появилось вот такое окошко. Нажимаем нет. Архивация выполнена успешно. Нажимаем закрыть. И нажимаем на крестик закрыть. Открываем мой компьютер. Проверим объем диска, на котором была создана папка Бэйкэп. Или так сказать, архивация образа диска. Нажимаем вот эту папку. И как видим, папка Windows Бэйкэп была создана. Посмотрим объем этой папки. Вот так вот пишет папка пустая, но ее необходимо открыть. Нажимаем продолжить с правами администратора. Папка с файлами. Еще раз продолжить. И как видим, вот набор этой папки. Хоть и была выдана информация, что папка пустая. Как видим, папки эти не пустые. Продолжить. Все здесь есть. И объем тоже есть. Хоть выдает информацию, что папка пустая. И теперь, как видим, объем здесь папки везде заложен. Размер 18,2 гигабайта. Закрываем. Продолжаем. И рассмотрим, как можно восстановить систему в случае сбоя или каких-то неполадов, используя ранее созданный образ системы. Нажимаем меню пуск, параметры, обновление и безопасность, восстановление, перезагрузить сейчас. Идет перезагрузка компьютера. Поиск и устранение неисправностей. Дополнительные параметры. Здесь не все еще высвечено. Нажимаем посмотреть другие параметры восстановления. В восстановлении образа системы. Идет поиск. Нажимаем Enter. Если мы входим в Windows без пароля, нажимаем продолжить. И вот открылся последний доступный образ системы, с которым мы будем делать восстановление самой системы со всем набором программ. Нажимаем далее. Нажимаем готово. Нажимаем да. Но здесь идет предупреждение. Все данные на восстанавливаемых дисках будут заменены данными из образа системы. Вы действительно хотите продолжить? Да. Идет начало восстановления. Это может занять от 8 до 20 минут. Нажимаем перезагрузить сейчас. У меня на восстановление системы ушло где-то около 8 минут. И нажимаем выбор системы. Давайте посмотрим, как все это работает. Запускаем браузер. Все полноценно работает. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok.